Ракомолочная железа Не так много времени прошло, но всё самое новое, всё самое интересное происходит из рака молочной железы Если мы говорим о том, что как только появился первый таргетный препарат, это гормональный препарат, я бы его назвала тамоксихеном Он является по-прежнему золотым стандартом в лечении гормонотерапии рака молочной железы Но это всё-таки гормональный препарат, хотя он таргетный и он первый Также первый препарат, если мы говорим о моноклональной таргетной терапии, это тростозумаб И опять-таки идея проведения одевантной, неодевантной терапии произошла из рака молочной железы Когда Фишер объявил во всёуслышании, будучи хирургом, что рак молочной железы – это системное заболевание И попытки проведения идеи одевантной терапии уперлись в страховую медицину То итальянцы Веронези, Умберто, который является разработчиком протокола при лимфоме Ходжкина АБВД Вёл с лёгкой руки итальянцев, которые проходили обучение в Штатах Ну, они уже вернули к себе именно идею одевантной терапии Но самое важное, что и наши советские отечественные учёные, Владимир Фёдорович Семиглас По-прежнему цитируются на всех площадках, когда речь идёт об неодевантной гормонотерапии Но время идёт вперёд И если мы говорим об антихерд-2 терапии, которая меняет биологию опухоли И пациенты стали жить лучше, чем любой другой биологический потип То произошло очень много И здесь, на самом деле, вот эта цель просто показать ту эволюцию, которая произошла в наши дни И такой небольшой анонс очень скоро, буквально в четверг-пятницу, будет проходить конференция «Русско» Кстати, о том, что, как показан, как полезен физический образ жизни, прочитает лекцию Очень интересно, на второй день Сергей Алексеевич Тюляндин, профессор Мне удостоено быть председателем на этой лекции Присоединяйтесь, коллеги, а я буду рассказывать как раз-таки об эволюции таргетной терапии рака молочной железы Поэтому всё самое интересное я оставлю на потом Но сейчас я расскажу такие практически важные вопросы, о которых я не буду говорить на «Русско» в пятницу Ещё раз напоминаю, «Русско» четверг-пятница Присоединяйтесь, подключайтесь, кто сможет, приезжайте Будет действительно очень интересно Каждый раз «Русско» отличается интересным форматом В этом году формат крайне интересен Итак, напомню, что обязательно, как время идёт вперёд Если когда я начинала учёбу по лечению рака молочной железы И не только, мы специалисты по лекарственной терапии Тогда речь даже и не шла об определении, условно говоря, рецепторов эстрогенов, прогестерона, ХЕР-2, КИ-67 Ну, оно, конечно, озвучивалось, но так в такой рутине не было А сейчас мы наряду определением рецепторов эстрогенов, прогестерона и ХЕР-2 на ядре опухолевой клетки Мы должны обязательно смотреть в первой линии для трижды негативного рака молочной железы ПДЛ, сейчас более актуально СПС к пемпролизумабу Для гормон позитивного рака молочной железы мы должны смотреть ПИК-3СЕ И я совершенно чётко считаю, что для всех больных метастатическим раком молочной железы Независимо от возраста, потому что и старше женщин, старше группы Кстати, мутация Берсей, она растёт с возрастом, частота её выявляемости Нужно определять мутацию Берсей Другое дело, что сейчас, тем более сейчас, если раньше мы говорили о ПЦР Сейчас стал доступен НЖС Я верю, что так же, как в рекомендациях НСН Со временем у нас появится для больных метастатическим раком молочной железы Всем показано определение мутации Берсей А сейчас, если я бы на данном этапе исключила бы из этих пациентов ХЕР-2 Позитивный рак молочной железы Но на самом деле меняется биологический потип Утрачивается экспрессия часто ХЕР-2 И мы в ряде случаев для таких больных становятся актуальными Таргетная терапия парп-ингибиторами Поэтому нужно определять вот такие важные составляющие А вот при метастатическом секреторном раке Мне вчера очень понравился доклад Владислава Владимировича Хоть он мой и муж, но я могу сказать, что я очень уважаю его Как и ведущего специалиста в лечении ранних форм раком молочной железы И в том числе различных редких биологических потипов Было показано, что при метастатическом секреторном раке Рекомендуется определение транслокации НТРК Это тоже нужно помнить И вот у профессора Артамоновой Елены Владимировны Есть прекрасный случай эффективности применения данной группы препаратов У пациента с секреторным раком Итак, метастатический рак молочной железы Что хочется сказать Что, безусловно, в первой линии лечения больных Выигрывают от назначения комбинированного CDK4-6 Возгормонотерапии А вот дальше всё становится очень интересно Мы словно на распутии Если у нас есть мутация Пиктрисией Конечно же, назначение Фулвистранта с Алпелисибом Если есть мутация Берсей Пациенты выигрывают от назначения ПАРП-ингибиторов Безусловно, при вестеральном кризе Когда экстренная ситуация требует экстренного лечения Пациентам необходимо назначение химиотерапии В частности, в монорежиме Они тоже могут получить плюс от этого Но и помним также, что молодые женщины При так называемом вестеральном кризе Могут выигрывать от назначения рибоциклиба В комбинации с гормонотерапией И вот хоть и зарегистрирован Тросозумаб-дирокстикан На территории Российской Федерации Его нет в рекомендациях Минздрава Тем не менее, помните, что данный препарат Высокоэффективен для пациентов ХЕР-2-ЛОУ И в качестве вот этих рекомендаций Это рекомендации Ну, взгляд на будущее Мы сегодня очень много Мы расширяем сегодня наш кругозор Я хочу, чтобы мы все видели Не рак молочной железы А больного рака молочной железы И этот рак молочной железы Он уникален для каждого пациента И уникален каждый пациент Это, знаете, как целая галактика Как целый космос И нам нельзя смотреть только одну звездочку Мы должны смотреть на все созвездия вокруг Потому что все взаимосвязано И то же самое у онкологического пациента И я хочу сказать, что коллеги Все данные презентации будут находиться В свободном доступе Но вот еще раз хочу обратить внимание На висцеральный криз Что такое может быть висцеральный криз? Висцеральный криз, когда Молниеносно наступило прогрессирование заболеваний Хотя вроде и нет У нас нарушены функции печени Но это очень быстро произошло Нам надо быстро начать лечение Тогда в ряде случаев Мы используем химиотерапию Или же, когда мы видим Поражение висцеральных органов Например, печени Это сопровождается поражением То есть, во-первых, повышением трансаминаза В ряде случаев билирубина Мы видим болевой синдром Вследствие растяжения капсулы печени глиссона Или же мы видим, например Поражение легочной ткани С выраженной дыхательной недостаточностью А при этом плеврит Не является проявлением висцерального криза Мы эвакуировали его Компенсировали пациента И пациент может получать Если мы говорим о эстроген-позитивном раке молочной железы Комбинацию гормонотерапии с CDK И что очень важно, коллеги Я подчёркиваю Вот у нас пациент с висцеральным кризом Мы начали химиотерапию Но мы дальше Все пациенты Вот надо в голове уложить С гормонопозитивным раком молочной железы Должны получать гормонотерапию И если мы провели химиотерапию Мы купировали висцеральный криз Мы не можем такого пациента отпустить на каникулы Мы должны назначить ему Этиопатогенетическую терапию И в данном случае Этиопатогенетической терапией Будет являться гормонотерапией В комбинации с CDK 4.6 Потому что пациентам с висцеральными метастазами Только гормонотерапией работать не будет Мы недаром начали химиотерапию Потому что это опция Такая высокоинтенсивная И пациентам с висцеральными метастазами Нужно продолжать комбинацию гормонотерапии с CDK 4.6 Которая по эффективности приравнивается к химиотерапии Мы должны продолжать адекватную терапию И еще также хотелось бы буквально проговорить Времени не так много Что, безусловно, гормонотерапия проводится постоянно До прогрессирования Здесь невозможны каникулы Кроме того Одновременно использование химиотерапии Гормонотерапии коллеги не рекомендуется Я часто вижу это в рекомендациях, которые приходят Я понимаю, что лучший враг хорошего Но вот эти детали, на которых мы так много обращаем сегодня внимание Они очень важны Не нужно сочетать химиотерапию с гормонотерапией И если мы говорим о гормонотерапии У пациентов премия на паузе Конечно же, выключение функции яичников Крайне актуально Но еще очень важно Я пытаюсь это проговорить Да, мы четко понимаем Что в первой линии преимущество За комбинацией CDK 4.6 гормонотерапии Но очень часто мы видим наше желание То, что мы экстраполировали С хердопозитивного рака молочной железы Оставить ростозумаб Поменять комбинаторный партнер У нас так и хочется Мы на инстинкте хотим оставить CDK 4.6 И назначить Поменять гормонотерапию с ингибитором Форматаза на фуллистрант Или же наоборот Оставить фуллистрант И поменять какой-то комбинаторный партнер Коллеги Я думаю, что мы сейчас находимся на том этапе И уже те накопленные данные Которые говорят Что не имеет смысла Если пациенты, например, получали Палбоциклип То продолжать этим пациентам Палбоциклип при прогрессировании Поменяв комбинаторный партнер на другой Есть небольшое исследование Которое показало Но оно действительно небольшое Это порядка 120 пациентов Что переходы с палбоциклипа На рибоциклип И поменяв комбинаторный партнер Там может оставаться Мы можем увеличить Соответственно Показатели Выживаемости без прогрессирования Но тем не менее Четко во всех рекомендациях отмечено Что целесообразности После проведенной Полной, хорошей линии В первой линии Или во второй Сидике 4.6 Как получилось уже по жизни Сразу переходить На Сидике 4.6 У данной категории больных Не рекомендуется А мне такой ситуации спрашивают Татьяна Юрьевна А что же в принципе С ними делать Ну вот я сейчас Буквально пролистаю Исследование Пальмира Которое показало Нецелесообразность данного подхода Возвращаться К очередному линии Сидике 4.6 Палбоциклибу Сменив комбинаторный партнер Это было показано Что вот здесь Нет такой целесообразности Поэтому еще раз подчеркиваю Что нет убедительных данных Доказатель целесообразности При прогрессировании На комбинации Сидике 4.6 Менять любой комбинаторный партнер Во второй линии Попытки поменять наши Либо на Сидике 4.6 Либо гормонотерапии Не увенчались успехом Поэтому нам нужно стараться От этого уходить Что же в такой ситуации делать Ну в такой ситуации я говорю Здесь остается комбинация Экзоместана с авиролимусом На нашей территории Российской Федерации К сожалению Не зарегистрированы комбинации Фулвистранта с авиролимусом Хотя это показывает Достаточно высокую эффективность Нужно помнить Что у нас есть возможность Назначения в монорежиме У предлеченных пациентов Абемоциклиба У нас остается Опять-таки У третьих пациентов При наличии мутации Пектрисей Алпелисип С фулвистрантом И мы должны Обязательно всем пациентам Смотреть мутацию Берсей Чтобы назначить Парпингибиторы Для хердопозитивного Рака молочной железы Я буду кратка Потому что Сейчас старые Рекомендации Остались по-прежнему Тростозумаб Дирокстикан Ворвался в нашу Клиническую практику Но что я хочу отметить Коллеги Что очень важно Если мы видим Трижды позитивный Рак молочной железы То мы можем Начинать лечение С комбинации Например Тростозумаб Спиртузумаб С гормонотерапией Не обязательно Начинать с химиотерапии Как это было В исследовании Это уже отмечено Во всех рекомендациях И еще хочу Обратить ваше внимание Я это очень часто вижу Нитростозумаб Мтанзин Нитростозумаб Дирокстикан У больных Трижды позитивным Раком молочной железы Не нуждается В комбинации Одновременно С гормонотерапией Это достаточно самодостаточное Лечение А почему же У нас такие идеи приходят А потому что В исследовании Раннего рака Молочной железы Как Тростозумаб Мтанзин В одеванте Может назначаться С параллельным Назначением Гормонотерапии Поэтому вот эти попытки Они как-то тоже Вот Думаю Почему там можно Здесь нельзя Здесь не нужно Еще буквально Я хочу Проговорить Про трижды Негативный Рак Молочной железы Перспективы Вылетели Но нам до них Далеко А проговорить Про трижды Негативный Рак Молочной железы Здесь опять-таки Очень-очень важно Я хочу Вот сказать Я очень иногда Слышу от коллег А мы не видели Ответ на иммунотерапию При трижды Негативном Раке Молочной железы Коллеги А вот знаете Какое преимущество В федеральном центре Пусть мы не всегда имеем Возможности лечения Всеми современными Препаратами Но мы видим Срез данных На всю Россию Потому что на нас Стекается поток Информации И мы прекрасно Видим Что иммунотерапия При раке Молочной железы Это не иммунотерапия При меланоме Здесь есть ответчики Есть неответчики Но что очень важно Для трижды Негативного Рака Молочной железы Коллеги Я очень хочу Чтобы вы это услышали Больные Трижды Негативным Раком Молочной железы Нуждаются В постоянной Системной Терапии Вот это вот Очень-очень важно И назначение В первой линии При наличии СПС-10 или больше Комбинация Пембролизумаба С иммунотерапией Позволяет Нашим пациентам Жить долго И возможно Дожить до Тростузумаб Друкстикана При Хердвалоу Если Он будет доступен Потому что Поверьте Я как и многие Знают здесь сидящих Именно тот человек Который Пришла в онкологию Когда не было Тростузумаба Я помню Те времена Когда мы делили Кому мы назначим Тростузумаб Кому не назначим Он был так же Даже доцитоксил Таксатер Считался Знаете Как сейчас Иммунотерапия Вот такие времена Мы жили Я хочу сказать Что все меняется И поверьте Со временем Тростузумаб Друкстикан Тоже для нас Будет доступен Поэтому Хоть его нет В клинических рекомендациях Я его все равно Ставлю И понимаете Сложности С обеспечением Но все равно Надо понимать Что это очень важная Опция для лечения Больных Трижды негативным Раком молочной железы И опять-таки Мы вот Для В первой линии На распутье Мы на распутье Мы должны Первые обязательно Посмотреть у этих пациентов ПДЛ-экспрессию Мы у этих пациентов Обязательно Должны быть Посмотреть БРС-мутацию Поэтому больных Ранним раком Молочной железы Им надо начинать С БРС-мутации Потому что Если вдруг Случится Будет выявлен Метастаз Или рецидив Чтобы у нас Уже была информация Мы не ждали Пока придет ПЦР Потом пока придет НЖС Об этом надо помнить И кстати Интересно Опять-таки Надо помнить Что не часто Но микросателлитная Нестабильность Встречается При раке молочной Железы И здесь может Работать Пемпролизумаб Но Как агностический Маркер Микросателлитная Нестабильность Но это Очень-очень-очень Редко Поэтому Мы его И не включили В клинические Рекомендации Как маркер Еще хочу Сказать Что безусловно Трижды негативный Рак молочной Железы Это иммунокомпетентная Опухоль Сегодня нам Шейдра Джабалина Сказала Что если При трижды негативном Раке молочной Железы Мы видим Высокие тилсы То это хорошо Если низкие То это плохо Эпидель экспрессия Тоже высокая Нам в данном случае Говорит о том Что Нам Мы ожидаем Ответ на иммунотерапию Но еще раз Посмотрите На этот слайд Такие вот красивые Разноцветные линии Которые сверху Идут Спускаются вниз Это говорит о том Что вот Чем выше опухоль Чем раньше Мы ее застали Если мы говорим О первой линии То мы ожидаем Ответа и длительнее И глубже А чем Но не надо Пытаться коллеги Назначать Смотреть пидель экспрессию В третьей В четвертой линии Не будет ответа Если мы хотим Помочь Четко надо понимать Нужно это делать В первой линии И Также хотелось бы Сказать Что здесь Крайне важно Если вот Опять-таки Оба Комбинации С Отезолизумабом Не случилось Мы не увидели Ответа На С Значит Споклитоксилом Еженедельным И эта комбинация Была отозвана FDA Но я хочу сказать Что в Российской Федерации Это не отозвано Потому что мы Также видим Это знаете Как бивоцезумаба Его отозвали FDA А он в Европе Остался И в принципе Мы сейчас В АЕ для трижды негативного Лечения больных Мы видим ответы У данной категории Больных Поэтому в рекомендациях Минздрава Российской Федерации Мы по-прежнему Увидим для больных Трижды негативным Раком молочной железы Комбинацию Пембролизумаба Так и отезолизумаба Но у нас В тарифном соглашении По крайней мере В Санкт-Петербурге Либо к отезе Либо к пембролизумабу Поэтому я для себя Определила И мы определяем СПС Для того, чтобы Рассмотреть Возможные значения Пембролизумаба Надеюсь, что Эта комбинация Скоро появится В обновленных Рекомендациях Минздрава Российской Федерации Если мы говорим О пембролизумабе Итак Я пролистаю Это исследование Потому что Времени очень мало Коллеги Вы всегда сможете Посмотреть эту презентацию Но вот опять-таки Те клинические случаи Это то, что мы Рекомендуем И вот тот срез Который буквально попался Вот мы это обсуждали На конференции Трикита Я эти слайды взяла Оттуда Но я просто хочу сказать Что вот как Даже если посмотрим На снимки Рентгенологические Как было представлено Опухолью представительства Больной Трижды негативным Раком молочной железы В первой линии И каков Разительный ответ На фоне Комбинации Пембролизумаба Вместе с химиотерапией Или же Пациентки в первой линии По поводу Трижды негативного Рака молочной железы С метастазами В печени Была начата Комбинация Да, вот такая Вот не совсем Типичная ТС С пемболизумабом Был достигнут Полный ответ Как в печени Так и в молочной железе Но развилась Выраженная Иммунопосредованная Токсичность Пациент пришла К нам На прием Мы видели Этого пациента Мы отменили Терапию Я имею ввиду Иммунотерапию Начали проводить Ну все В рамках Клинических Рекомендаций И все В принципе Успешно Поэтому Коллеги Что могу сказать Что конечно же Если мы говорим О берсе Ассоциированном Хердонегативном Метастатическом Раке молочной железы Для таких больных Аллапарип От аллазапарип Является Очень важной опцией Но тут опять-таки Знаете Вот эти нюансы Очень важно Коллеги Да Вот Меня могут сейчас Закидать В фармпредставители Камнями Но я хочу сказать Что парпингибитор Что препараты Платины Они по эффективности Ну не то что Сопоставимы Но они значимы Но знаете Какое отличие У парпингибиторов В отличие от препаратов Платины Для трижды негативного Рака молочной железы Нужно постоянное Назначение Лекарственных препаратов Нам такое Препараты Платины Позволить не могут Мы вынуждены Будем прекратить Но после препаратов Платины Парпингибиторы Не работают Поэтому выбирая Между парпингибиторами Препаратами Платины Я всегда выбираю Парпингибиторы Почему? Потому что я могу Их продолжать максимально долго Единственное У них есть Своя ахиллесовая пита С которой я столкнулась Во-первых Не у всех пациентов Но у кого-то Непонятно У кого Может развиться Анемия Которая купируется Только переливанием крови И переливаем кровь Потом через некоторое время Это осложнение Может быть не повторяться Ну и буквально У одной пациентки На Аллапарибе Развилась аплазия Красного кровяного ростка Это метастатическая форма Пациентка была И кстати Мы очень долго Вели ее В стабильном состоянии Но это опять-таки Единичный Просто опыт Достаточно большой Видя Консультируя Большое количество пациентов В целом Иммунотерапия Конечно же Активно развивается Но и лекарственная Таргетная терапия Трижды негативного рака Молочной железы Ну и вот опять-таки Особые ситуации Мы о них говорили С транслонкацией НТРК Мы рассматриваем Энтректиниб Или ларотректиниб При ситуации В метастазе В головном мозге Коллеги Если мы видим Прогрессирование Только Экстракраниально То есть Интракраниально При отсутствии Экстракраниального Прогрессирования То мы Рассматриваем Методы локального контроля Не меняя системное лечение Это вот тот тезис Который мы уже Которому активно Привыкли Про мужчин Что очень важно При гормонотерапии Всем назначать Агонисты Гонодотропин Релизинг гормона Просто это вот Должно быть На подкорке Ну и Безусловно У нас Эволюция Не стоит на месте Мы продолжим Это обсуждать На белых ночах Но на самом деле Очень скоро Буквально В четверг-пятницу Мы будем Об этом говорить На конференции Русско Поэтому Мы с вами Не расстаемся Ну и Хочу сказать Коллеги Нас Я слушаю Слушают Молодые ученые Осталось времени До 3 апреля Достаточно Вы знаете Как Я За несколько дней До защиты Алексей Степанович Борчук Это главный онколог Когда я была Еще лет Господи Сколько времени Прошло Меня защита Через 2 дня Или 3 дня Он вызывает Говорит Татьяна Юрьевна Вот у вас Завтра Вы должны поехать На конкурс Молодых ученых В Москву И вам нужно Подготовить постер Его напечатать Взять с собой Взять билет И поехать И я ничего не думаю У нас тогда На площади восстания Там поехала Тут же Сварганила постер Мне его напечатали Я его свернула Взяла билеты Все это делается Вот буквально В один день Я еду в Москву Михаил Михаил Личиниц Михаил В голове Лазаревича Нет, нет Личиниц Господи Прости меня Господи Профессор Личиниц Говорит Так Вы нам подходите Мы вам даем Первое место Я уже уезжаю Мне уже было некогда Некогда получать Михаила Получила за меня Эту награду Первое место Так у меня на стенке Сейчас висит Поэтому коллеги Я к чему Михаил Романович Личиниц Господи Прости меня Поэтому я хочу сказать Что до 3 апреля У нас очень много времени Коллеги Поэтому если у вас Есть работы Которые вы готовы Подать Мы очень рады Будем обсудить Их в рамках Белых ночей Поэтому присылайте Мы их ждем Ну и я прошу прощения Что немножко перегнула Но я примерно Подозревала Что так оно будет Потому что Очень Мы даже сократили Видите Мы практически не говорили О лекарственной терапии Мы затронули Те вопросы Которые крайне редко Обсуждаются на площадках Но они Очень важные Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...